Добрый вечер, дорогие друзья! Это необычный выпуск программы «Время спорта». Мы отправились на Ледовый дворец, чтобы поговорить о виде спорта для настоящих мужчин. Наша Аланья стала серебряным призером Всероссийского фестиваля по хоккею среди любительских команд. О том, как проходили баталии, мы поговорим с командой. Вперед! НХЛ. Так называется турнир, в котором Владикавказской Аланье предстояло помериться силами с любительскими командами из разных регионов России, где хоккей развит достаточно хорошо. Только те хоккейсты, чей возраст превышает 40 лет, могли выходить на лед. Так что Марат Арсагов и Алан Хубецов, лидеры белокрасно-желтых, помочь друзьям по клубу не смогли. Помогли два хоккеиста из Москвы, которые внесли ощутимый вклад в будущий успех Аланьи. Приехав в ранги темных лошадок, наши хоккейсты неожиданно досрочно первенствовали в своей подгруппе. Затем Аланья последовательно одолела Сибирь из Красноярского края со счетом 5-4 и в полуфинале Рифы из Тольятти 5-3. В финальной игре Владикавказцы все же уступили команде Гаева из Перми 2-3, хотя дважды вели в счете. В новом розыгрыше ночной хоккейной лиги настоящие мужчины из Осетии выступят в главной лиге турнира – Лиге чемпионов. Так что доказывать свой класс Аланьи предстоит лучшими любительскими командами страны. Здесь собрались представители команды, две великолепные пятерки, если включить еще и меня в состав. И первый вопрос у меня от Самазу Осагову, руководителю команды. Самаз, как удалось сколотить такой коллектив, боеспособный, который на всероссийском уровне второе место занял? Это же успех. Коллектив у нас и так сплоченный. Только на этом турнире это проявилось еще в более высокой степени. Большинство наших игроков участвовало на прошлом фестивале в Москве. На этот фестиваль мы решили еще более удивить хоккейный мир. Постарались организовать командно-тренировочный процесс так, чтобы подойти на пике формы к фестивалю в Сочи. Изначально нам на фестиваль играл среди команд 40+, то есть любители, которым 40 и старше лет. В определенный момент нам по договоренности с руководством Лиги была договоренность о том, что будет исключение сделано и нам дадут 2-3 игрока заявить младше 40 лет. Потому что у нас не хоккейный регион, состав не набирается тем, кому 40 и старше. Но в последний момент нам отказали по одной простой причине, что ни в одной команде не было людей, которые как-то так или иначе нарушили регламент. То есть вплоть до того, что там люди депутатские запросы посылали, чтобы каких-то людей разрешили, может быть, каким-то хоккейным прошлым. Еще какие-то серьезные люди подходили с просьбами. Но никому в итоге не сделали никаких исключений. Должны были чисто любители, те, которым 40 и старше. И в последний момент двое наших, трое, двое-трое наших игроков, в том числе капитан наш, оратор Сагов, Алан Хубецов, им было запрещено играть и пришлось нам в последний момент искать какой-то компромиссный вариант. Нам Лига в итоге решила дозавить двух игроков. В других регионах это разрешалось тоже официально. Это разрешалось в пределах одного региона, из другой команды на финал заявить двух игроков. А у нас, так как у нас всего одна команда, нам разрешили из другого региона двух игроков заявить. И вот мы заявили Сашу Канцерова и нашего вратаря Олега Макаренкина. Они несли достойный вклад в команду. Но команда – это команда. Один-два человека ничего отдельно не достигнут. Командный вид спорта и все свои лучшие качества были проявлены на этом турнире всеми игроками команды. Когда отправлялись на турнир и ожидали, что удастся такой хороший результат показать? Я видел и знал, как люди готовятся к фестивалю. И внутренне где-то была такая надежда и уверенность, что мы сможем удивить хоккейный мир. Я так и написал на нашей страничке в фейсбуке, что постараемся удивить хоккейный мир. Но, честно говоря, попасть в финал, играть в финал на большой арене хоккейной, на которой будет меньше, чем через год хоккейный праздник для всего мира, Олимпийские игры, это было только такой мечтой, глубокой, но мечтой. И то, что это случилось, до сих пор, честно говоря, не верится. Можно у самих спортсменов сейчас спросить о том, как они ощущали себя, выйдя на ледовую арену. Вот хотелось бы с членами команды поговорить. «Ощущения очень такие позитивные, потому что и команда в таком составе первый раз выехала на такие масштабные соревнования. Тут уже принимало участие 120, даже больше, около 130 команд. В прошлом году это было 84 мужских и 12 женских. В этот раз 130 только мужских команд. И, конечно, такое большое количество участников и конкуренция очень большая. Ну и вот это все как бы определенный, как бы налагал ответственность и перед республикой показать свое лицо. Ну в итоге как бы сплоченный коллектив показал себя и достойный результат». Как звучит Лига Чемпионов, особенно любителям футбола? Будет очень приятно, что наша Ланя попадет туда. А какие там коллективы уже будут? И можно будет там рассчитывать на хотя бы повторение этого результата? Ну, конечно, надо брать выше, надо Кубок Чемпионов вести. «Ну, в Лиге Чемпионов там уже заново все начинается. Там уже ты попадаешь, те команды, которые не очень хорошо показали результат, они как бы переходят в Лигу будущих чемпионов, там, где мы находились. А наша команда, еще 2-3 команды переходят в ту Лигу. И, естественно, там будет очень трудно и сражаться. Но в любом случае у нас же мы не олимпиаде готовимся и не профессионалы. В основном это пропаганда здорового образа жизни. И за влечение вот в такие арены молодежь, наше будущее, которые вот сейчас у нас 2 команды, они достойно себя показывают. Вот как бы ради этого». «На какой позиции ты выступал и сколько очков набрал?» «У меня одна шайба, нападающая. Немного, прямо скажи». «В каком поединке?» «Ну, команда «Буран», ну, третья игра у нас была». «Буран» – это родина бабушек бурановских? «Можно сказать и так, но там далеко не бабушки выступали». «Нам противостояли лучшие команды всех регионов. Во всех регионах проводились отборочные турниры. И победители этих отборочных турниров приехали на фестиваль. То есть это фактически цвет любительского хоккея, не побоюсь этого слова. Поэтому тот же «Буран-Воронеж» – это не просто там какие-то дворовые команды, а именно ребята, которые на самом серьезном уровне любительский хоккей играют. Вам не позволили сыграть? Какие были чувства? «Мне не первый раз не позволили играть. В прошлом году мне тоже не позволили играть. Но я все равно, я бываю в игре полностью. Да, я физически, может быть, не на льду, но я всегда с ребятами, я всегда стараюсь помочь как могу. Ну, то есть у меня такой же азарт, абсолютно точно такой же, только единственное, я физически не выкладываюсь. Но так я… Тяжело, конечно, смотреть на это. Легче играть, наверное, чем стоять, переживать на скамейке. Лично мне проще было бы играть, чем стоять на тренерском мостике и руководить, и переживать. И я все-таки больше игрок, чем тренер. И я иногда увлекался настолько игрой, что я забывал, что мне еще сейчас нужно что-то сказать, кому-то сказать, кого поменять. То есть я иногда голы не видел тоже. Вот с другой стороны, я под конец турнира уже переключился на тренерскую должность. И иногда я не видел даже голы, когда нам забивали. Алан, ты молчишь, а так нельзя? Ну, конечно, расстройство было колоссальным, когда нас отключили от состава в последний момент. И еще нам светило то, что мы не сможем увидеть эти матчи. То, что надо было даже… даже гости должны были заявляться заранее. И это расстройство было очень большим. Но все равно я, например, тоже поехал поддержать свою команду, потому что, хотя мне не светило, может, ничего, я мог даже не увидеть ни одного поединка нашей команды. Тем не менее, я являюсь игроком команды, и я считал своим долгом поехать с командой и поддержать ее там. Но я рад за наших ребят, то есть рад за нас, потому что мы достойно выступили. Как удается столько времени посвящать хоккею и таких результатов добиваться? Без сомнения, конечно, те ребята, которые пришли в команду и заразились этим видом спорта, они многим жертвуют ради того, чтобы находиться здесь и на тренировочном процессе, и непосредственно уделять возможности играм. И поэтому без лишней скромности скажу, что сами тренировки, конечно, проходят в более позднее время, и надо и физически выматывать человек, конечно, не без этого. Приходится оставлять семьи. Поначалу, допустим, по своему опыту скажу, это воспринималось как немного в штыки, но потом со временем мое увлечение, перешедшее уже такой более всеобъемлющий для меня смысл, отразилось и на должном восприятии в семье. Конечно, сейчас уже так не говорят, думаю, что и в других семьях тоже самое с пониманием относятся к этому. Вот, ну, ребята, еще раз повторюсь, которые находящиеся в команде и выдают, выкладываются и на тренировках, и в игре, они, ну, без должности, без лишней скромности, можно сказать, что совершают маленький подвиг, потому что за столь короткий срок и достичь таких результатов, все-таки, особенно людям, которые первый раз в своей жизни стали на конек, это очень сложно. Человек без коньков спотыкается, а на коньках все-таки тоже сложно. Хотелось бы, конечно, чтобы в дальнейшем, в дальнейшем, вот это начинание, которое подхвачено вот нами, и вот благодаря моему товарищу, моему другу Алану Бегезову, это с его подачи я попал тоже сюда в команду, хотя, честно говоря, на тот момент мое восприятие было такое, какой может быть у нас хоккей, когда он меня звал сюда, вот это продолжалось не один месяц, но в конце концов я сдался и приехал, о чем не пожалел. Когда увидел ребят, выходящих на лед, для меня это было, конечно, немножко в диковинку. И хотелось бы, чтобы это все было продолжено на должном уровне и с должной самоотдачей вновь прибывших или вот тех ребят, которые являются на данный момент основой команды, чтобы это не было утеряно в дальнейшем. Какой матч на турнире был самым сложным? Самым сложным? Самым сложным были все матчи, но самый первый, наверное, он был более такой запоминающийся. Почему? Потому что, как показал опыт, мы играли с командой, которая была фаворитом в группе, самую первую игру. Ну, и то, что ребята сделали, это был маленький подвиг. Независимо от тех медалей, которые мы заработали, в той игре ребята совершили маленький подвиг. Ну, может быть, и соперники нас, может быть, немного недооценили. Думаю о том, что это за команда. Для всех это было в диковинку. Команда приехала с Северной Осетии, с Алании, откуда. Ну, футбол, там, борьба, все это развито у нас. А хоккей? Ну, и, видимо, тоже думали, что, как говорят, на одном коньке нас объедут. Но не получилось. Ну, это внесло определенный дух в команду, вложило. Уверенность в своих силах, и что и привело к должному результату. Для меня, например, самый запоминающийся матч на этом фестивале – это матч в 1-4 финала. Мы игрались с командой «Сибирь» из города Красноярска. Не с Красноярска, а с Красноярского края. И где-то в середине третьего периода мы проигрывали 4-3. И вот тут я увидел просто нечто сумасшедшее на поле. То есть ребята вплотились из последних сил, начали давить, давить, и ребята, соперники стали ошибаться. Одно удаление, второе, третье. И надо дать должное, наши игроки сумели реализовать. За несколько минут мы забросили две шайбы именно в численном большинстве, переломили ход матча. У нас вот перед этим турниром было несколько контрольных матчей в Подмосковной области. И у нас была все время такая проблема. Мы хорошо начинали, а в конце не хватало сил, либо нас просто начинали переламывать. И, видимо, ребята извлекли уроки, и во всех матчах, наоборот, концовки нам удавались в этом турнире. То есть вот, начиная с первого матча, в котором 3-0 мы выигрывали, казалось бы, наш соперник начал нас давить, 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 но не смогли додавить. А в матчах, в которых мы играли в Подмосковье, смогли додавить. То есть сделали уроки, извлекли уроки. И вот это, я думаю, очень ценное качество – уметь доигрывать все матчи до конца. Финальный матч тоже драматичный очень был. Мы же в счете ввели. Почему немного не хватило удачи? Да, скорее всего, вот именно той самой удачи и не хватило. Наверное, все-таки нельзя сказать, что ребята не выкладывались и не старались. Там и команда была на уровне. Да, ну, команда была очень сильная. Все-таки их умение кататься на коньках, позиционная игра. Все дало, ну, в конечном итоге все-таки дало о себе знать. Сколько игроков в команде и сколько звеньев удавалось выставлять на каждом из поединков? Конкретно на данном турнире было у нас 13 полевых игроков и 2 вратаря. То есть, в принципе, мало, должно быть больше. Играли в 2,5 звена получается. У некоторых по объективным причинам не получилось приехать. Ну, то есть, опять же, мы все любители, у всех свои дела, работы. Кто-то не смог поехать. У кого-то по работе проблемы. То есть, у нас всего в итоге было 13. А команды-соперницы, поскольку игроков заявляли на поединке? У команд соперников, ну, например, опять же, у Перми в финале, там, 18 человек у них было полевых. 2 вратаря и 18 полевых игроков. Они играли в 3 звена, плюс у них еще запас был 3 человека. Время же то же самое, как и в большом хоккее. 20 минут период. 20 минут период, но грязного времени. То есть, остановок не было. И, ну, какие-то еще были изменения в правилах небольшие. Естественно, силовой борьбы не было. Сильных бросков не было. А так 20 минут. Драться, как в НХЛ, нельзя было, да? В НХЛ тоже нельзя драться. Но они дерутся. Здесь тоже нельзя было драться. Но бывали стычки. И в наших играх были моменты, когда приходилось немножко и потолкаться, и поругаться. У нас некоторые... У некоторых игроков были травмы. У кого-то... Кто-то приехал с синяками. То есть, были моменты тоже такие острые. Потому что, в любом случае, это игра и азарт. Там ничего не сделаешь с этим. Давайте все-таки вспомним, да, тех ребят, которые сейчас не смогли приехать. Они просто по разным причинам. Кто-то работает туда. Во-первых, Славик Вячеслав Джоев, наш нападающий, который на этом турнире раскрылся с новой стороны. Стал забивать шайбы, делать результативные передачи. Он получил большой синяк под глазом. Я не знаю, как правильно сказать это слово. В одном из матчей его стукнули прям в штангу головой. И он оставшиеся пять матчей играл с этим красивым, красивым, да, синим пятном под глазом. Заурбек Кудаков, он наш капитан был. Александр Канцуров, Николай Кокин, Олег Макаренький, наш вратарь. Это те, кто не присутствует. Олег нас очень выручил в некоторых матчах. Просто вот на него ложилась огромная нагрузка. Кого еще забываю? Хасан Демидов. Дмитрий Демидов, Дмитрий Иванченко, да. Хасан Джаджиев все не смог. Это наш один из самых старших игроков. Все возрастные игроки такого возраста, я думаю, что очень мало было на фестивале. Клав Томаев, наш тоже вратарь, который в одном из матчей творил чудеса. И я, честно говоря, такого вратаря, такого рвения, такого, не знаю, характера. Вячеслав просто выложился в этом матче на 200%. Вот Юра Дубровин, наш тоже основной игрок, которого в последний момент не заявили на фестиваль по определенной причине. Но он нас поддерживал, звонил, интересовался. Мы всегда чувствовали его поддержку. Это Юра Куприенко. Это наш нападающий. Но на турнире раскрылся, опять же, с новой стороны. Нам иногда приходилось усиливать защиту. И Юра отрабатывал по полной программе. В новом своем уплоу проявил себя свыше всяких похвал. Тамерлан Токов раскрылся с новой стороны, когда в одном из матчей забросил важную шайбу. И в итоге наша команда выбрала его как представитель нашей команды на галоматч, на котором он тоже проявил себя с самой лучшей стороны. Если вы посмотрите на интернет, то, наверное, улыбка Тамика просто всех. Вот она, знаменитая улыбка Тамика. Я хотел бы сказать про семейство Арсаговых, про ихний вклад в нашу команду. Если бы, я думаю, не было этой семьи, этих двух людей, которые сейчас присутствуют, не было бы нашей команды, не было бы этих выездов. Мой друг, сидящий рядом, занимается нашей командой, всем, что в нашей команде есть здесь, на территории Северной Осетии, то есть с нами, тренировки и вообще все. Но его старший брат, который живет в Москве, занимается там нами. И все наши, что мы узнаем что-то, что нас приглашают на какие-то турниры, проводимые где-то за территорией нашей республики, это все от САМАС. И я считаю, что он не захотел говорить за брата своего, и сам за себя, естественно, ничего не сказал, но я хочу выразить всего нашего коллектива, сказать им спасибо. То, что они занимаются нами, они тратят свое личное время на нас, на популяризацию хоккея в Северной Осетии. Да и, наверное, Ройстон Дренте, когда в футбольную ланью переходил, посмотрел на номер Марата и тоже такой выбрал себе. Вполне возможно, я думаю, Марат может быть кумиром. Наверное, не для Дрента, но для нашей молодежи, которая играет в младших командах. Для Кросби. Он является, может быть, да. Он является неким кумиром. Также у них есть прекрасная сестра, которая тоже в любом турнире нас поддерживает своим присутствием, не только звонками, но и своим присутствием. А многие жители Северной Осетии следили за выступлениями Алании на Всероссийском фестивале по хоккею. Мы особо не афишировали перед турниром наших выступлений на этом турнире. Те, кто у нас, наши преданные фанаты, они, конечно, следили. Но с каждым днем от победы к победе, так сказать, слава или какая-то новость о наших победах распространялись. И ближе к концу турнира, конечно, поступало много звонков. Поддержка ощущалась, на самом деле, и на самом Ледовом. У нас было 11 преданных болельщиков с нами, которые приехали из Владикавказа. Это родители наших хоккеистов, это наши родственники, друзья. И, конечно же, руководство нашей республики про нас не забыло. Начали интересоваться активно. Желали нам после каждого матча очередной победы. Тоже не верили в наш успех, но когда мы вышли в финал, Сергей Керменович, наш ангел-хранитель нашей команды, можно сказать так, написал у всех в фейсбуке, что 9 мая мы сделали как подарок нашей республике, вышли в финал. Не смогли оправдать надежды, не победили, но от команды и от себя лично хочу выразить благодарность нашему премьер-министру Сергею Керменовичу такому главе республики ТМ Разума Амсурову, который тоже, как мне рассказал Рустам Керексаев, наш министр спорта, следил за событиями, несмотря на то, что 9 мая был насыщен всякими праздничными событиями, мероприятиями. Интересовался, что же происходит на катках в Сочи. Поэтому всем спасибо, спасибо всем нашим спонсорам, всем нашим друзьям, всем нашим болельщикам. Без них наш хоккей никому не нужен, будет это для зрителей, для наших болельщиков. Спасибо вам, хоккейсты клуба «Алания», за то, что привезли вот этот вот красивый кубок к нам в республику. Это была программа «Время спорта». Следите за своим здоровьем и за новыми успехами наших спортсменов. Всем пока и спасибо за внимание. Субтитры сделал DimaTorzok